Доброго времени суток! Имеем проблему следующего характера. Автомобиль ВАЗ-2109. Отсутствуют обороты. Автомобиль карбюраторный. Посмотрим, в чем может быть дело. Делаем, чтобы добраться до карбюратора, необходимо снять помеху в виде воздушного фильтра. Чтобы его снять, необходимо открутить гайку, открыть зажимы, открутить еще четыре гайки, открутить отверткой. Шланг для сапуна. И снять. Сниму и продолжим. Снимаем воздушный фильтр. Убираем в сторонку. Что мы сделаем первым делом? Во-первых, мы посмотрим на магнитный датчик холостого хода. Вот он. Выкрутим его. Ключиком на 13. И проверим. Одну секунду. Ну что ж, датчик холостого хода изъят. В салоне включаем зажигание и проверяем данный датчик. Замыкаем его на корпус где угодно. Чтобы увидеть, что происходит с датчиком, снимаем жиклёр. Сейчас сниму, просто вытащив его на себя и все. Продолжим. Замыкаем на корпус. Смотрим, что происходит. Датчик срабатывает. Значит он рабочий. Значит на следующем этапе прочистим канал холостого хода. Покажу как. Продолжим дальше. Сейчас. Заводим машину. Выставляем, если нет у вас помощника. Подсос. Чтобы было больше оборотов. Далее затыкаем пальцем канал. Держим, отпускаем. Таким образом мы прочистим данный канал. Если есть у вас помощник, то он еще может и погазовать. Это еще улучшит данную ситуацию. Завожу, делаю. Ну что ж, канал прочистили. Теперь берем жиклёр с маркировкой 41. Значит у меня их несколько штук. Выбираем самый чистый и опрятный. Смотрим, чтобы не было засорения в отверстии. Очень внимательно смотрим. Затем собираем. Вставим жиклёр в посадочное место на магнитный клапан. И продолжим далее. Жиклёр установлен на место. Смотрите, чтобы уплотнительное кольцо было в порядке. Иначе его следует заменить из ремкомплекта карбюраторного. Устанавливаем его на место. Кстати, не забудьте выключить зажигание. А так мы слышим, как работает магнитный клапан. Вкручиваем его на свое посадочное место. Закручиваем от руки и немного ключом. Не сильно. Ключом вообще не сильно закручивается. И посмотрим результат. Вот и на месте. Единственное, что хотелось бы сказать. Очень важное. Не стоит перетягивать датчик холостого хода. Буквально от руки его задянуть и достаточно. Можно немного потянуть ключиком. Совсем чуть-чуть, ребята. Перетяните и будет холостой ход отсутствовать. Если же так случилось, немножечко верните его в обратное положение и холостой ход появится. Всего доброго. Всем удачи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова